Мы сейчас говорим о тех, кто действительно ощущает на себе те последствия и не знает, как с ними быть. Остался один на один, пройдя лечение в наших стационарах, стационарных больницах, остался один на один со своими проблемами. И вот здесь очень важно нам объединиться, чтобы помочь людям пройти реабилитацию. Реабилитацию после этого тяжелого заболевания. В Одессе на самом деле очень много санаториев, когда-то их было гораздо больше, но сегодня есть еще санатории, которые есть в Одессе. То есть здесь можно пройти лечение. Во-первых, медикаментозное. Во-вторых, что сегодня очень важно, это психологическую реабилитацию, которой сегодня нуждаются многие. У людей депрессия и вызывающие очень много, я не буду сейчас говорить медицинскими терминами, вызывающие очень много побочных явлений после болезни. Есть возможность восстановиться, есть возможность привести себя в порядок. Этой возможности нужно воспользоваться. Я попросил Сергея Рафаиловича сегодня выехать на место, посмотреть, убедиться самим лично, посмотреть, что у нас есть. И обратиться совместно в НСЗО, обратиться в Министерство здравоохранения Украины о том, чтобы тот пакет, пакет финансирования из государства был рассмотрен по предоставлению реабилитации. Реабилитации тем, кто заболел, кто перенес в тяжелой форме COVID-19. Я хотел бы, чтобы мы разработали также в нашей программе здоровья, предусмотрели выделение средств на оказание помощи и прохождению реабилитации тем людям, которые в ней нуждаются. Условия есть, условия очень хорошие. Я считаю, для прохождения выйти и вид на море это уже лечит. Плюс то медицинское оборудование, которое уникальное. Я думаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы предоставить вот такую медицинскую услугу нашим жителям города Одессы. Хотелось бы, чтобы Одесса была первой. Я не слышал о такой представлении, именно такого пакета. Но надеюсь, что если мы не будем первыми, но хотя бы мы подключимся сегодня к тому, чтобы этот пакет был. Здравствуйте. Спасибо. 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 Спасибо.